всем привет друзья всех ответить на канале вот тот самый аквариум у которого была вспышка эдагониума по большей части я подозреваю что причина этому вспышка азотистых соединений поэтому это водоросли появляется собственно остатки и и еще остались я продемонстрирую он вот он имеет место быть таким вот пушком он покрывает листья местами где там хи то есть если глядеться попробуем сфокусироваться вот участок остатки ну и его также множество было на амании на листиках так далее даже вот чуть-чуть остатки остались на альтернаторе но уже почти нет итак как же избавиться от этой назойливой нужной водоросли меня метод обычный и простой значит возьмем цикл неделя промежуток после подмены воды в понедельник получается я вношу этот аквариум 100 литровый здесь чистого объема примерно 80 85 литров минус грунт и стекла то есть я вношу два миллилитра здесь указано с учетом 1 миллилитр на каждые 40 литров воды вот этого средства 2 миллилитра вношу в понедельник утром после подмены значит проходят сутки берем у меня вот канистрами я заказываю вот такой препарат это sidex просто вот он называется вот так вот вот такой компании которая 20 миллилитров на 80 литров здесь у меня живет десяток гупи фулл редов ни одна из рыбок при таком раскладе не пострадала сразу вам скажу внизу аквариум вот здесь тут у меня молли живут то же самое сюда вносится 20 миллилитров sidex а в день два дня то есть вторник и и среда утром мы вот так вот шприцом 10 и еще 10 можно прям распылять на поврежденные участки если их много это будет наверное только плюсом 20 миллилитров sidex а утром при включении света это у нас будет вторник среда в четверг снова 2 миллилитра предыдущего препарата что я вам показал пятница суббота 20 миллилитров sidex а по утрам каждый день я думаю к следующему понедельнику минимум вы увидите что он либо в большинстве случаев исчез либо начал отступать и очень активно в следующий понедельник вы делаете снова подмену воды и можно снова внести 2 миллилитра препарата для того чтобы зафиксировать результат таким вот методом можно действовать до полного уничтожения догониума при использовании данных препаратов не пострадали нимхи никакие из длинностебельных растений не альтернатеры никто абсолютно единственное с первым препаратом который фикс алгайн попрошу быть очень предельно аккуратным с дозировкой если ее превысить рыба может пострадать я не знаю почему такая реакция но видимо полиэксетилен димитиллимино этилен и этилен дихлорид как-то вот взаим сильно воздействует на рыбь если дозировку увеличивать здесь вот написано вносить не ранее 24 часов после подмены воды перед внесением усилить аэрацию подачу кислорода для тех кто вносит первый раз и если рыбы в воде много можно немножечко уменьшить тазировку и да это средство нельзя применять в аквариумах с ракообразными и креветками поэтому там у кого мушарники с креветками я бы наверное воспользовался каким-нибудь тетра алгун альгумином потому что он из всех мною проверенных препаратов ну самый щадящий который может только быть он вообще никак не воздействует на рыбу но он очень долго и медленно борется с водорослями но в итоге он свое дело делает все равно вот так друзья бороться с садогониумом но в принципе если у вас другие типы водорослей то тут немного отдельная тема поэтому я всех рад был видеть на канале подписывайтесь пишите комментарии всем пока